На выставке МВЦ 2016 компания Harman представила не только новые аудиопродукты, например, Charge 3 или Clip 2, но и целый новый взгляд на то, что компания делает. Это называется Connected Life и у меня есть вот такой проспект, на котором все подробно расписано. Компания Harman на самом деле это компания, которая занимается умными технологиями, софтом, сбором данных и их анализом. Соответственно, все это применяется в умных автомобилях, умных домах, каких-то носимых гаджетах и умных офисах. Вот, например, умный замок, называется Multilog и, естественно, Harman не делала аппаратную начинку этого гаджета, зато она сделала вот такое приложение, с помощью которого можно открыть свою дверь удаленно и закрыть ее обратно, естественно. И главное, что с этим можно делать, вы при желании не дать кому-то доступ домой, не отдаете им физические ключи, а просто раздаете доступ к приложению, например, приходит к вам няня по утрам, а вы уходите на работу, и просто даете ей временный доступ к своему дому. В плане вандалоустойчивости, конечно, никакой... Да. В плане вандалоустойчивости, конечно, у этой штуки никакой разницы относительно стандартного замка нет, его можно точно так же сломать какой-нибудь фомкой, но зато этот гаджет выигрывает значительно по удобству раздачи доступа к своему жилищу разным людям. Кроме того, Harman это еще и про медицинские технологии. Например, совместно с Harman компания Vansive разработала вот такой сенсор, который собирает кучу информации о пациенте и отсылает его, естественно, куда? В облако. Дальше в облаке все эти данные анализируются и отсылаются доктору, например, на его айпад. Ну, если, конечно, это не российский доктор, а зажиточный европейский, то у него есть айпад, и на айпаде он может смотреть то, как бьется сердце не прямо на приеме у пациента, а вообще в течение всего дня. Носить такую штуку, наверное, достаточно просто. Она реально очень легкая, всего несколько граммов, гибкая, естественно, водозащищенная, соответственно, ее даже не нужно отлеплять от тела, когда вы в душ ходите. Соответственно, данные, собранные с ее помощью, будут более полными. А еще, оказывается, Harman это компания, которая занимается интернетом вещей. У них есть даже собственного производства гаджет, шлюз для интернета вещей, которые все их аккумулируют в одной единой системе, и с ее помощью ими можно управлять. И, кроме того, в этой системе доступна вот такая интерактивная карта, на которой можно посмотреть уровень загруженности пространства различными радиоволнами, посмотреть, сколько Wi-Fi устройств находится в данный момент в помещении, посмотреть, в принципе, сколько людей находится в помещении. Все это происходит с помощью различных сенсоров, например, инфракрасного сенсора, который определяет температуру, и, естественно, Wi-Fi сенсоров. С помощью тренгуляции эта система может найти устройство в помещении с точностью до 3 метров. К сожалению, пока это не консюмерский продукт, это решение для бизнеса, и только какие-то, может быть, операторы, обслуживающие ваш офис, могут себе такую штуку позволить, пока Harman не сотрудничает с конечными пользователями. А я бы, например, хотел такой штукой воспользоваться.